А почему рядом со мной те люди, кто не хочет выполнять эти правила? Не хотите выполнять правила, но переезжайте, откуда они пишут обычно с Канады, с Белоруссии, откуда нам пишут обычно такие посты. Сегодня мэру Каменско-Уральского Алексею Герасимову пришлось отдуваться за чересчур эмоциональные и некорректные слова своего зама Дениса Нестерова, который накануне в эфире Каменской телекомпании на официальном ютуб-канале мэрии, отвечая на вопрос одной из жительниц города, дескать, почему непривитых от ковида притесняют и вакцинация перестала быть добровольной, предложил всем ковид-диссидентам уезжать из страны, туда, откуда обычно недовольство прилетает, заявил чиновник. Впрочем, слушайте сами. Это вопрос-то такой, на мой взгляд, обоюдный. А почему те, кто провакцинировался, должны подвергать свою жизнь риску рядом с невакцинированными? То есть вот в обратную сторону давайте посмотрим. Если мы прошли вакцинацию, если мы прошли ревакцинацию, мы действуем в соответствии с теми правилами, которые установлены в Российской Федерации, в Свердловской области, в городе Каменске-Уральске. А почему рядом со мной те люди, кто не хочет выполнять эти правила? Не хотите выполнять правила, но, значит, переезжайте, там, не знаю, там, откуда они пишут обычно, да, там, с Канады, с Белоруссии, откуда нам пишут обычно такие посты. По словам мэра с его замом Денисом Николаевичем, эмоции сыграли злую шутку, и он выразился неправильно. Далее цитата. «Речь идет о наших людях, которыми мы дорожим и о здоровье которых заботимся». Конец цитаты. Господин Герасимов уточнил, что заместитель Нестеров имел в виду совсем другое, и говорил он об ответственности, которая в эпоху пандемии лежит на каждом горожанине. И от того, как они будут противостоять коронавирусу, зависит будущее и человеческие жизни. В Каменске-Уральском, к слову, за время пандемии заболели более пяти тысяч горожан. Это факт, с которым не поспоришь. А между тем, у наших соседей на Южно-Уральщине липовая вакцинация от ковида была поставлена на поток. В одной из поликлиник города молодая сотрудница вступила в преступный сговор с собственным мужем и 40-летней коллегой. Они втроем занесли данные на 250 челябинцев, которые на самом деле не вакцинировались от ковида. Сколько подельники брали за свои услуги, не уточняется, но злодействовали они несколько месяцев. И теперь преступному трио светит уголовка. К счастью, на Свердловщине такого поточного обмана не наблюдалось. Правда, летом сыщики обезвредили хитреца, который торговал справками о вакцинации от ковида и медотводами от нее же. А в закрытом лесном злодей приторговывал справками с поддельными печатями больниц и брал за это по тысяче сноса.